и этот ролик не о красотах болгарской природы ей не восторгается только сильно ленивый на просторах ютюба у себя на канале я эту тему тоже затрагиваю здесь же я хочу упомянуть о наших пока слабых попытках чего вы хотите ну быть заедает вернуться говоря высоким стилем культурное поле молодости возможно отдавая дань моде а может и по природному влечению мы были завсегдатами концертов различных видов музыки и регулярными посетителями всяких художественных выставок при этом особо не разбираясь в этих предметах возможно поэтому суровая проза эмиграции с легкостью сформировал наш израильский образ жизни не предполагающий очень большой культурной составляющей а вот мы на пенсии в болгарии и вдруг выяснилось что нам мало запланированных общиной банска большое спасибо конечно и за это фестивали и концертов интернет услужливо подкидывает информацию о том что люди музицируют поют рисуют ставит спектакли не только в банске на просторах всей страны и первая наша попытка пожить как молодости это концерт джазовой музыки благограде по случаю 30-летие big band благоград этот концерт должен был состояться в городском саду но тогда шли дожди его запихнули в концертный зал джазовой а Субтитры сделал DimaTorzok Мы получили удовольствие. Кстати, когда я так говорю, нужно понимать, что вообще-то я особо не разбираюсь в музыке. Просто руководствуюсь примитивным. Нравится, не нравится. Найти в летний период концерт классической музыки нелегко. Но тут в своем смысле поделиться с нами музыкой решила Софийская филармония. По крайней мере, концерт с таким названием прошел в концертном зале Болгарии, Софии. На сцену вышел популярный болгарский тенор Михаил Михайлов и не менее известная певица Беса Лугичи, сопрано. Концерт состоял из аэридуэтов и самых популярных опер. Как раз это для таких начинающих любителей классической музыки, как мы. Жесткие правила запрещают съемку из уклада звукозапись в зале. И вам придется поверить на слово. Было хорошо. И нам очень понравилось. А потому как зал тепло провожал, участников мы поняли, что мы не одиноки. Приятные впечатления от концерта только усилились, когда, по его окончанию, мы, выйдя из зала, решили прогуляться по скверику. Еще международным театром имени Вазова и этнографическим музеем, бывшим царским дворцом. Я встречал немного людей, которым нравится София. Нет, для желателей обычно ставят ей вину полную, как бы сказать, нестоличность и даже какую-то потертость. Мне же отсутствие лоска и шика европейских столиц по душе. Посмотрите, в двух шагах от треугольника власти, дворец президента, народное собрание, министерский совет, народ отдыхает и совершенно беззаботно себя ведет. Не знаю, насколько далеко, или должно быть далеко, искусство от политики. Понимаю только, что в наше время любые декларируемые пропорции в этой области нарушаются. Вот и теперь, узнав, что в Банско проводится благотворительная выставка и концерт украинской художники Татьяны Дердей и украинских же музыкантов Татьяны и Артела Маджеса, мы, разумеется, отправились туда. Средства обещают направить на помощь животным Херсонам. Не знаю, хорошо бы, но, может, для одной части людей, но, я думаю, им виднее. Как ни специалистов, мне трудно оценить качество живописи или игры на Бандоре. Слово сказать, эту самую Бандору я никогда в жизни не слышал и вообще был восхищен глубиной ее звучания. Но искусствоведческие споры тут неуместны. Просто вся обстановка там заставляла забыть об идущей войне и просто радовала то обстоятельство, что у людей, которые непосредственно затронуты войной, не исчезло желание заниматься искусством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok